С начала года бюджет Украины недополучил 50 миллионов долларов в результате беспошлиного ввоза удобрения. Об этом сегодня заявили в Союзе химиков Украины. Несмотря на санкции, российские производители продолжают поставлять на наш рынок карбамид и амячную селитру. Запретить ввоз удобрения из России от правительства требуют народные депутаты, и Кабмин обещал заняться этим вопросом еще на позапрошлой неделе. Уже почти год как Украина ввела торговые пошлины против импорта удобрений из страны-агрессора. Однако, несмотря на это, мы продолжаем закупать их миллионами тонн. Чтобы обойти запреты, российские производители добавляют в карбамид и амячную селитру другие химвещества в небольших количествах. И завозят уже это как новую, беспошлиную продукцию. А наши заводы стоят. Украина только на вот этой махинации за первое полугодие недополучила порядка 48 миллионов долларов в пошлиных сборах. Мы уничтожаем последние оставшиеся из девяти заводов по производству социальных удобрений. Это Сума-Химпром и Днеприджинский химзавод. Мы с замиранием сердца слушаем, ведет ли Европа санкции, не ведет. А сами торгуем. Это аморально, вести такие вещи во время военных действий. Фактически это контрабанда. В прошлом году по той же схеме Украина заплатила России за удобрение более 600 миллионов долларов. Сейчас они занимают половину нашего рынка. Один из главных поставщиков – Еврохим, который также вовсю торгует с ДНР и ЛНР. А российскому Минобороны поставляет селитру для производства оружейного пороха. Почти две недели назад с требованием немедленно ужесточить пошлины и прекратить торговлю с агрессором к правительству обратились народные депутаты. Мы наполягали на введенном эмбарго на всю продукцию из России. Понимаете причину, насколько это страна-агрессор, которая, кроме всего, еще подрывает внутренний наш рынок. То есть, как будто все выглядит нормально. Мы на сегодняшний день принимаем какие-то изменения, вводим мита. Сегодня первый вице-премьер Степан Кубев предложил принять законопроект, который вовсе отменит пошлины на импорт удобрений в Украину. Что до законопроекта 6422, группа народных депутатов, говорят про изменения к закону о митных тарифах. Основная мета законопроекта – введение нулевой ставки митного регулирования в Украину из других краин минеральных добрых, что даст возможность умов регулировать питание защиту сельско-осмодорского производства. Но вот народный депутат Олег Петренко уверен, принять нужно его законопроект 6422-1, который запрещает импорт удобрений именно из страны-агрессора. Кабинет министров имеет механизм на сегодня более действительного, решительного и оперативного решения этой проблемы. В моем альтернативном законопроекте конкретно прописано, при кинцевых положениях, что из страны-агрессора вводится эмбарго, то есть по этих позициях минеральных добрых, что ввозится ввоз на территории Украины. Если проблему не решат, парламентарий обещает более радикальные шаги, а именно физически блокировать рельсы на границе, чтобы эшелоны с удобрением из страны-агрессора не заезжали в Украину. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер.